Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст». Сегодня мы вам расскажем о мероприятии, которые провела нефтяная компания «Роснефть» в Казанском Федеральном Университете. Вернемся к теме создания полилингвальной школы в Татарстане. Хорошая новость. Создана базовая кафедра Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук в Казанском Федеральном Университете. Исполнилось 120 лет со дня закладки Астрономической обсерватории имени Василия Ингельгарта и 170 лет со дня рождения астронома, ректора университета Дмитрия Дубяга. И ведущий информационное агентство России ТАСС опубликовал заметку о совместном исследовании ученых России и Соединенных Штатов. Крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» провела дни компании «Роснефти» в Казанском Федеральном Университете. Представительная делегация в составе 27 человек знакомилась с университетом с 28 по 29 марта. Представительная делегация подтверждает серьезность и основательность намерений «Роснефти» в сотрудничестве с Казанским Федеральным Университетом. Два дня сотрудники «Роснефти» знакомились с университетом и рассказывали о своей компании. Напомню, что в прошлом году, 26 сентября, было подписано соглашение о сотрудничестве между КФУ и «Роснефтью». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечень и ректор КФУ Ильшат Гафоров тогда подписали это соглашение. Безусловно, сотрудничество с нефтяным гигантом «Роснефть» повышает академическую репутацию Казанского Федерального Университета и дает шанс студентам трудоустройства и последующего перспективного карьерного роста. Так что же собой представляет «Роснефть» сегодня? Основным акционером является государство. Более 50% акций. Около 20% акций за транснациональные компании «Бритиш Петролиум». Около 19% за компанией «Куэйч Оил Инвисментс ЛЛС» в Катаре и 1% за Федеральным агентством управления государственным имуществом. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении. «Роснефть» владеет активами за рубежом. Доля компании в добыче нефти в Российской Федерации около 40%. В мире это 6%. Также «Роснефть» является лидером российской нефтепереработки. Ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров встретился с представителем компании «Роснефть». Более подробно смотрите в нашем репортаже. Разработками Казанского Федерального Университета заинтересовалась нефтяная компания «Роснефть». С 28 по 29 марта Казанский университет посетила 27 делегатов крупнейшей нефтедобывающей компании, которые рассказали о новой магистрской программе и именных стипендиях, провели ярмарку вакансий, интерактивную деловую игру, лекции и семинары для студентов и преподавателей, а также детально изучили научно-технологические возможности КФУ в области нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. Нефть в пласте может располагаться как в виде озер, так и в виде нефтенасыщенной пропитанного песчаника. В частности, это песчаник, пропитанный тяжелой нефтью. При разработке тепловых методов нефть можно перевести в такое жидкое состояние и добывать ее стандартными методами. Так в лаборатории химического института имени Бутлерова КФУ разработали катализаторы, которые под землей разжижают нефть. Состав нефти может меняться в зависимости от того, как и чем на него воздействуют. С помощью катализаторов тяжелая нефть может превращаться в легкую. Для нефтей тяжелых, но не очень тяжелых, у которых вязкость, плотность имеют повышенное значение, но еще не очень большие, так сказать. Для них как раз у нас разработаны определенные химические методы повышения нефтеодачи. Это новые полимеры и павы, которые работают в осложненных условиях и позволяют вытеснять больше нефти и, соответственно, повышать эффективность разработки. Проведение Дней Роснефти в КФУ является показателем старта партнерских проектов и выхода взаимодействия на новый уровень. Компания Роснефть практически не представлена на территории нашей республики, республики Татарстан. Для нас это особо приятно, но хочу вам сказать, что у нас обучается достаточно большое количество студентов практически из всех регионов Российской Федерации и на этих территориях компания, конечно же, присутствует и работает и поэтому, возможно, многие из них, а после сегодняшних встреч и дней компания Роснефть на территории нашего университета, ну, я думаю, ускорит процесс, может быть, взаимной интеграции. Заинтересованность в проектах КФУ с каждым годом растет, как и научный потенциал университетов, геологии и нефтепереработки. В университете есть специалисты из разных отраслей, которые могут внести свой существенный вклад в развитие технологий добычи, переработки и нефтехимии. Миссии нашего института как раз связаны с тем, чтобы разрабатывать и распространять по всему миру новые технологии по поиску, разведке, добыче, переработке, нефтехимии. И вот эта миссия, она отвечает тем глобальным вызовам, которые сегодня в мире, в принципе, существуют. Нам с каждым годом нужно все больше и больше энергии, и основной источник энергии – это нефть и газ. И, соответственно, нам нужно осваивать все больше ресурсов этих месторождений, и нам нужно осваивать их более эффективно. «Роснефт» сотрудничает с 60 вузами России. 25 из них – это вузы-партнеры, с которыми компания активно сотрудничает и ведет совместную работу. Исторически 24-м вузом-партнером стал Казанский федеральный университет. Ну и, собственно говоря, это пятый из федеральных университетов, которые в стране существуют, который стал вузом-партнером ПАО «НК «Роснефть». Но это не значит, так сказать, что жизнь вот она вот сейчас начнется вдруг. То есть и по презентациям видно, что мы давно сотрудничаем. В нашей компании проявляют к вам интерес довольно давно. И вот на вскидку могу вспомнить как минимум два наших общества, которые уже ряд лет реализуют с вами партнерские программы. Это «Аренбургнефть», это «Юганскнефтегаз». По науке есть у вас сопряжение с Тюменским нефтяным научным центром, вот «Самарой непинефтью», «Уфанепинефть» заинтересована в сотрудничестве. Вот. Поэтому мы уже имеем некоторый задел. Это было во-первых. Во-вторых, хотел бы сказать, что сегодня мы приехали в университет довольно большой делегацией. Нас в эти два дня всего будет 27 человек. И мы представляем здесь, в общем-то, практически все сегменты нашего бизнеса. Это нефтегазодобыча, это нефтепереработка, это нефтехимия, это корпоративные внутренние сервисы бурения, ну и, собственно говоря, сервис, связанный с капитальным текущим ремонтом скважин. И, наконец, это корпоративные научно-исследовательские и проектные институты. Одним из главных событий мероприятия стал анонс совместной с компанией «Роснефть» и «Бритиш Петролиум» магистрской программы «Петролиум Инжиниринг», которая позволит студентам КФУ получить возможность пройти обучение в Имперском колледже Лондона. Есть, вообще, в Великобритании есть золотой треугольник такой, да, есть Кембридж, Оксфорд и Лондонский университет, и четыре колледжа. Ну, там четыре маленьких подразделения. На самом деле, Империал колледж он отделился от Лондонского университета сейчас уже. Вот. Вот с Империал колледж мы заключили соглашение, которое под патронажем «Би-Пи» и «Роснефти» стало такой магистрской программой «Петролиум Инжиниринг», и все расходы по этой программе оплачивают эти две компании – «Би-Пи» и «Роснефти». Программа предназначена для подготовки кадров в нефтегазовой сфере, в котором откроются двери в крупнейшие нефтяные компании мира. «Би-Пи» курирует, оплачивает расходы, потому что программа очень дорогая, она около пяти миллионов рублей стоит обучение одного человека. Все расходы по этой программе оплачивают эти две компании – «Би-Пи» и «Роснефти». Ну, диплом Империал колледж, магистра по нефтегазовому делу – Это супер-диплом, который позволяет человеку устроиться в любую международную нефтегазовую компанию. В рамках двудневной программы также состоялась деловая игра ВИНК. Это моделирует развитие своих таких вот виртуальных нефтяных компаний по соответственно заданным правилам и алгоритмам. В итоге не получат результат. Кто-то победит, кто-то проиграет. Игра является компьютерной моделью развития нефтегазовой компании в конкурентной среде. Несколько команд представляли собой реальные отраслевые компании и боролись за звание ведущей. Там заложены все те же самые зависимости, которые встречаются в обычной жизни. Все те же самые экономики, законодательные акты и прочее. То есть ребята разбиты на команды. В данном случае будет 10 команд, которые представляют единый рынок нефти и нефтепродуктов. При этом игра представляет собой модель от низа, от добычи до конечного, грубо говоря, до пистолета, до конечного розничного сбора. Студенты Института геологии, нефтегазовых технологий и Института управления экономикой и финансов КФУ смогли показать отличный пример слаженной командной работы. Мы добились самых больших операционных результатов компании, учитывая то, что все участники игры в первый раз спровоцировали кризис, обвал нефтяных цен на рынках, абсолютно всех внутренних рынков, внешних. И именно эта игра, если она действительно отображает то, что происходит в реальности, показала, что действительно нефтегазовые компании обладают очень сложными экономическими, финансовыми структурами, и которыми нужно знать специфические знания, как это управлять. Такие мероприятия должны чаще проводиться в Институте и вообще в нашем университете, так как это как раз таки приближает нас, студентов, к реальной жизни, к реальным компаниям. Главной же площадкой для презентации своих знаний стала ярмарка вакансии ПАО «НК Роснефть». Впервые в стенах Казанского университета собрались охотники за головами сразу из нескольких подразделений компании. Ребята смогли подать резюме как для прохождения производственных практик, так и стажировок с последующим трудоустройством, а также лично пообщаться с руководителями и специалистами компании. Думаю, что такие встречи как минимум укрепляют связь между различными компаниями и студенческим сообществом, поэтому они необходимы для проведения, потому что студенты могут лицом к лицу пообщаться с высокопоставленными людьми, узнать, как добиться таких же результатов. Также с гостевыми лекциями выступили заместитель генерального директора по технологическому развитию «Самара Нипио Нефть» Максим Мелешко и заместитель генерального директора «Оренбург Нефть» Владимир Кнауп. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что студенты Казанского федерального университета получают возможность работать и стажироваться в одной из самых масштабных нефтяных компаний России. Все ближе пора выпускных экзаменов и защиты дипломов в университете. К столь переломному моменту своей жизни готовятся не только студенты, но и не дремлют крупные нефтяные компании, которые занимаются рекрутингом будущих выпускников Казанского федерального университета. И в этом смысле в Институте геологии и нефтегазовой технологии просто аншлаг. Помимо «Роснефти» крупные нефтяные компании также посчитали своим долгом посетить университет. Нефтяная компания «Сургутнефтигаз» предложила свои варианты трудоустройства. Нефтесервисная компания «ТНГ Групп» предоставила перспективы для работы выпускникам Казанского федерального университета. «Газпромнефть» также побывала в университете. Мало того, подписала соглашение о сотрудничестве Казанского федерального университета с дочерним предприятием «Газпромнефть» ООО «Технологический центр Бажен». Такое пристальное внимание крупных нефтяных компаний Казанскому федеральному университету не случайно. Это лишний раз доказывает большую востребованность выпускников университета и, в частности, Института геологии и нефтегазовых технологий. А сейчас позвольте вернуться к теме создания полилингвальных школ в Татарстане с углубленным изучением русского, татарского и английского языков. Напомним, что 20 марта Митимир Шаймеев прибыл с визитом в Казанский федеральный университет, чтобы ознакомиться с особенностями педагогического образования в университете. Вопреки некоторым СМИ, навязывающим с мифы о проблемах с педагогическим образованием в Казанском федеральном университете, для Митимир Шаймеева 20 марта все выглядело с точностью наоборот. Миф рассыпался прямо на глазах. В течение пяти часов, проведенных в университете, Митимир Шаймеев убеждался в прямом противоположном. Казанский федеральный университет — лидер педагогического образования в России. Впервые в истории российский вуз Казанский федеральный университет вошел в топ-125 лучших ведущих университетов мира по педагогическому образованию в рейтингах британского журнала Times Higher Education. Очевидно сегодня, что без участия Казанского федерального университета в создании полингвальных школ в Татарстане не обойтись. Более подробно в нашем репортаже. В Доме правительства Республики Татарстан прошло совещание по созданию в Республике полилингвальных образовательных комплексов. В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов, Государственный советник Республики Татарстан Митимир Шаймеев, ректор КФУ Ильшат Гафуров и представители различных структур власти. После совещания состоялась пресс-конференция. На ней выступили Государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета фонда возрождения Митимир Шаймеев, министр образования и науки Рафис Бурганов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Правительством планируется постройка шести полилингвальных центров по всей республике. Обучение будет проходить на русском, английском и татарском языках. Для реализации такого проекта необходимы вкладка ФУ. Заканчивая университет, педагоги, я в данном случае говорю, и специалисты, они же будут иметь федеральный диплом, федеральный университет, который является топовым. Сейчас они же уже в число топовых университетов начинают попадать и отстаивать, или закреплять свое место. А это огромное, значит, достижение. В таких школах требуются педагоги, подготовкой которых и занимаются высшие учебные заведения. Для университета это очень выгодный проект, поскольку, с одной стороны, я думаю, из этих комплексов к нам поступят очень талантливые абитуриенты в будущем. И, с другой стороны, все-таки создание новых комплексов дает возможность нашим выпускникам уже, которые обучаются по педагогическим направлениям, достаточно хорошо трудоустроиться для того, чтобы суметь реализовать собственные амбиции. Казанский федеральный университет как центр ответственности за подготовку учителей в полилингвальной образовательной среде выбран не случайно. Напомним, что для ознакомления с возможностями университета 19 марта Ментимер Шаймиев посетил КФУ, крупнейшую в стране площадку по подготовке педагогических кадров, где стал свидетелем использования современных технологий и инновационных учебных программ. У нас сегодня уже готовятся люди, которые могут преподавать и биологию, и химию, и физику на английском языке. Стоят другие вопросы, куда они потом в дальнейшем пойдут работать, поскольку сегодня весь мир испытывает достаточно большой кризис, нехватки учительских кадров. И я вам приведу только маленький пример, что в Германии выпускникам нашего университета готовы платить более 4 тысяч евро в месяц, если они будут вести занятия на немецком языке. Значит, я хочу сказать, что сегодня отдельно готовят педагогов только педагогические институты, их всего 48 в стране, было более 100, то есть они так или иначе либо были ликвидированы, либо объединились. Сегодня педагогическим направлением подготовки занимается более 250 университетов в России, но и Казанский университет является одним из самых крупных. И в то же время мы единственные, которые включены во все мировые международные ассоциации, организации, осуществляющие подготовку учительских кадров. Об этом можно будет убедиться в мае месяце, когда на нашей площадке проведется очередной международный форум, мы его называем МФТ, по подготовке учительских кадров. Будет более 600 участников из многих университетов мира. Значит, в то же время, как вы знаете, мы либо первые, вторые, третьи по международным рейтингам, мы все время делим МГУ, высшие школы экономики, мы. В зависимости от рейтингов, в таймсе мы первые, в коэсе мы там третьи, то некоторые говорят, что вот там спустились на третью позицию, там разные системы оценки. Но должен вам сказать, что мы единственные, МГУ не готовят учителей на уровне бакалуриата, высшие школы экономики тоже не готовят. А среди готовящих учителей, непосредственно которые должны идти в школу, поэтому мы сегодня первые страны, и скажу почему. Мы единственные, и вот из 250 университетов, которые готовят учителей, сделали подготовку учительских кадров приоритетным для развития университета. Разговор идет о предметных областях, то есть мы-то готовим во всех предметных областях, но где-то больше учителей физики надо сегодня, а через три дня нужно будет учителей математики, химии или биологии, может быть, больше. Поэтому нам нужно научиться работать программным образом, потому что учителя готовятся, если по двойным профилям, в течение пяти лет, как вы знаете, да? И мы должны спрогнозировать, что будет через пять, через шесть или через десять лет. Переходя к теме образования на татарском языке, Ильшат Гафуров отметил, что в этом направлении происходят весьма серьезные изменения. Созданы специально три высшие школы, они расположены на Татарстан-2, это как вот высшее издание, основное издание Татарского гуманитарного университета, где вот памятник Сайдашова. Внутри мы еще сделаем памятник и уже приступили к этой работе Толстому, Тукаеву. И название же сейчас. Да, и называется высшая школа имени Тукаев. Да, и в этой школе, это подготовка национальных кадров, мы будем готовить не только учителей, которые будут работать вот в национальных школах, в том числе и в полирингвальных школах, но и подготовка элиты национальных кадров, где бы они ни работали. Это тоже очень важно. На каком языке они будут работать в дальнейшем, ну, будет зависеть от той среды, куда они попадут. А вот задать им основу, да, любви к своей родине, к своей культуре, к своему языку, вот это тоже наша общая задача. Поэтому центром ответственности становится вот эта высшая школа. Вы знаете, было поручение Рустама Нургалевича сделать центр. Ну, что такое высшая школа и институт, это примерно однопорядковое понятие. У нас в 2010 году, когда мы объединение происходили, процесс объединения, мы все одноименные факультеты, да, просто объединили и назвали институт. Институт – это очень большое образование, там более 9 тысяч сегодня обучается студентам. А школа, она, это, ну, вот по-старому, если назвать, это факультет, да. Поэтому здесь никакой разницы нет от названия. Самое главное, чтобы мы выполняли поставленные задачи. Да, поэтому, ну, и сегодня я еще раз хочу подтвердить, что университет готов решить все эти задачи совместно с теми директорами школ, которые, или директорами комплексов, которые будут определены под эгидой, вот Министерство образования и науки Республики Татарстан, ну, и вот, конечно же, под патронажем Митяна Шарипича, поскольку профессор Немарханов сказал об этом, что если Митяна Шарипич возглавляет это направление, значит, у нас, пока мы не решим эту задачу, покоя не будет. Я думаю, фонд возрождения, он рано или поздно в народе начнет называться уже фондом духовного возрождения Митяна Шарипича, потому что от материального вы сегодня перешли к самому важному, это к вопросам духовности. Еще одна приятная и хорошая новость, подтверждающая растущий вес репутационной Казанского Федерального Университета. Создана базовая кафедра Института всеобщей истории Российской Академии Наук. Соглашение о создании кафедры подписали Академик Российской Академии Образования, ректор Казанского Федерального Университета Ильша Адгафоров, и Академик Российской Академии Наук Александр Чубарьян. Научным руководителем кафедры стал председатель Всероссийской Ассоциации Учителей Истории и Общества Знания Академик Российской Академии Наук Александр Чубарьян. Важно, что деятельность кафедры обсуждалась и в рамках встречи с государственным советником Борисовик Татарстан Митябиром Шаймеевым. Во встрече приняли участие академик Александр Чубарьян и ректор КФУ Мишат Гафоров. Во встрече также приняли участие директор Института Международных Отношений КФУ Рамиль Харуддинов и директор Высшей Школы Исторических Наук и Всемирного Культурного Наследия КФУ Айрат Сидиков. Кто же такой Александр Чубарьян? Советский и российский историк, специалист в области новейшей истории Европы и истории международных отношений, доктор исторических наук, профессор, действительный член Российской Академии Наук, лауреат Государственной премии России, научный руководитель Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук, президент Государственного Академического Университета Гуманитарных Наук, председатель Национального Комитета Российских Историков, председатель Экспертной Комиссии Российского Совета Олимпиад Школьников по Истории. То есть, это весьма влиятельная и авторитетная фигура в области исторической науки современной России. На базе Института Международных Отношений КФУ состоялось совещание о перспективах развития Российского Исторического Общества Веческого Образования. Организаторами мероприятий выступают Казанский Федеральный Университет и Всероссийская Ассоциация Учителей Истории и Общества Знания. Мероприятие мы проводим в рамках большой встречи с академиком Чубарьяном, его командой. Это крупные представители отечественной науки, это элита. Сегодня мы проводим большой круглый стол. Завтра в рамках вот этой встречи мы проводим выездное заседание Ассоциации Учителей Истории и Общества Знания Российской Федерации. 1 апреля прошла публичная лекция научного руководителя Института Всеобщей Истории Иран председателя Всероссийской Ассоциации Учителей Истории и Общества Знания Александра Чубарьяна. Кроме чисто обсуждения научных проектов мы обговорим вопросы более тесного взаимодействия и сотрудничества между Казанским и Федеральным Университетом и ведущими академическими институтами Российской Академии Наук. И прежде всего речь идет об институте Всеобщей Истории Ирана, которую и возглавляет академик Чубарьян. В ходе круглого стола были обсуждены перспективы развития социально-гуманитарных наук. Кроме того, в эти дни состоится открытие в КФУ кафедры Исторического и Обществоведческого Образования, базовой кафедры Института Всеобщей Истории Ирана. Научным руководителем кафедры станет Александр Чубарьян. У нас несколько очень важных и так я бы сказал знаковых дел связанных с университетом. Во-первых, у нас открывается кафедра, совместная кафедра, я думаю, единственная в России, кафедра, посвященная историческому образованию, причем образованию в широком смысле слова, конечно, университетскому, но и школьному. Второе, мы здесь проводим расширенное заседание Ассоциации Учителей Истории и Обществознания вместе с отделением этой Ассоциации здесь в Татарстане, где мы будем обсуждать, в том числе, возможность проведения большого собрания Учителей России всей в Казани, может быть, в конце этого года. В Музее Истории Казанского Федерального Университета открылась выставка «Основатели». Она посвящена 120-летию со дня закладки Астрономической Версерватории имени Василия Энгельгарта и 170-летию со дня рождения астронома-ректора Казанского Университета Дмитрия Дубяга. Казалось бы, прошло уже более 100 лет, как нет в живых Василия Энгельгарта, великого ученого-астронова. Тем не менее, Казанский Федеральный Университет не только помнит и почитает его имя в знаменательные дни, но и воплощает в реалии последние желания великого мецената. В Музее Истории Казанского Федерального Университета состоялось открытие выставки «Основатели». Она посвящена 120-летию со дня закладки Астрономической обсерватории имени Василия Энгельгарта КФУ и 170-летию со дня рождения астронома ректора Университета Дмитрия Дубяга. На открытии с приветственным словом выступил ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров. Если я глянусь назад и посмотреть какими инструментариями, механизмами пользовались в то время и что мы имеем сегодня и каково качество строительства сегодняшних объектов и то, что было построено много-много лет назад, то, наверное, можно в сравнении сказать, насколько люди были талантливы и насколько эти люди, в общем-то, видели перспективу и развития университета, и развития данной территории в Каму-Сыне. Ректор КФУ также отметил, что одной из задач является основание на базе обсерватории учебного центра. «Этот центр должен быть таким историко-историческим центром, образовательно-просветительским центром в области астрономии, геодезии и других естественных наук». На открытии выставки присутствовали внуки-основателя Владимир и Инга Дубяга. После торжественной части на собрании были заслушаны доклады об истории обсерватории и ее основателях и научных деятелях. Астрономическая обсерватория имени Василия Энгельгарта является одной из старейших и известнейших обсерваторий России и мира. «Если бы не было в тот период, период, так сказать, до 70-х, 80-х, реально запущенные обсерватории эти уже в 21 веке, в полном объеме, я имею в виду, то тогда развитие просто-напросто было сложно ожидать в астрономии в Казани». Василий Энгельгард единолично на собственные средства основал в Дрездене большую обсерваторию, где проводил свои исследования. Из-за ухудшения здоровья передал все оборудование в дар Казанскому университету, ректором которого был его друг Дмитрий Дубяга. «То, что заложил Василий Павлович Энгельгард, Дмитрий Иванович Дубяга, как основатель астрономической обсерватории, они продолжают жить, они продолжают работать на наше общество, чтобы каждый мог взглянуть на луну, на туманности, на другие интереснейшие небесные тела». Обсерватория Казанского университета, оснащенная инструментами Энгельгарта, была открыта в 1901 году, а с 1903-го называется Энгельгардтовской. До конца жизни Энгельгард принимал активное участие в строительстве и организации работы новой обсерватории, а в своем завещании передал Казанскому университету все свое имущество и капитал на ее развитие. «В настоящее время из тех инструментов, которые он в дар принес, работает большой рефрактор. И я хочу сказать следующее, что он полностью отреставрирован, приведен в то состояние, которое как раз было первозданное». В своем завещании известный астроном оставил просьбу быть похороненным на родной земле, на территории обсерватории Императорского Казанского университета. Университет принял на себя обязательство перед ученым произвести погребение его останков в обсерватории его имени. Однако в силу исторических событий это оказалось невозможным. В 2014 году пожелание ученого было исполнено Казанским федеральным университетом. Более чем через 100 лет по инициативе ректора Эльшата Гафурова после официальных переговоров с российскими и немецкими органами власти прах Василия Энгельгарта был привезен из Дрездена в Казань, а затем на остров Град-Свияжск, где в соборе всех скорбящих радостей у Анна Предтеченского монастыря прошла подготовка к перезахоронению. 21 сентября 2014 года Василий Энгельгард был торжественно перезахоронен на территории Астрономической обсерватории своего имени. Благодарные потомки исполнили волю великого ученого предка. Дело ученых продолжает жить силами сотрудников Казанского университета. В 2011 году было начато строительство астропарка, а в 2013-м был открыт планетарий КФУ для реализации образовательных программ школьников и студентов. Это единственный планетарий в России, функционирующий в составе университета. Ученые Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки создали новое экологическое чистое средство для лечения и окрашивания волос. Именно такую заметку выпустило ведущее информационное агентство России ТАСС. Речь шла об исследованиях ученых Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета в научно-исследовательской лаборатории био-нанотехнологии под руководством доктора наук Равиля Фахрулина. Давайте посмотрим более подробно об этом интересном исследовании в нашем репортаже. Ученые КФУ совместно с группой Технического университета Луизиана разработали новую безопасную технологию для окраски волос, применимую в лечении паразитарных заболеваний кожи человека и в ветеринарии. Об этом написало крупнейшее в России информационное агентство ТАСС. Голоазит – это свернутый в трубочку коалин, который находит практическое применение в керамике, в ткани, в инженерии, в антимикробных покрытиях, в косметологии. Используется для переноса лекарств и ферментов, а также как добавка к различным материалам для повышения их механической прочности. Коалин – это один из компонентов глины. Он состоит из таких вот слоев оксида алюминия, оксида кремния. Формируют такие слои. Слой лежит на слое. Трубки выглядят таким образом. Есть слои коалина, они вот так вот скручиваются и формируется вот такая трубка. При этом длина этой трубки составляет где-то 500 нанометров, а диаметр – где-то 50 нанометров. Технологии окрашивания волос основаны на применении порошка гулоазитовой глины, имеющей форму нанотрубок, которые могут быть наполнены различными веществами. Эти красители сначала вводятся внутрь трубки, а затем уже трубки из водной суспензии, совершенно нетоксичные, наносятся на поверхность волос. В данном случае порошок, наполненный красителями, самопроизвольно покрывает поверхность волоса и сохраняет свое действие в течение 30 приемах водных процедур. Для достижения эффекта окрашивания волос путем самосборки красителей достаточно пяти минут после применения средства. Наш подход заключается в том, что на поверхности волоса без проникновения внутрь формируется оболочка из керамических нанотрубок. То есть нанотрубки самопроизвольно формируют достаточно тонкий, но очень прочный слой. Если говорить о медицинском применении технологии, лечении и профилактике педикулеза и выпадения волос, это также является одним из терапевтических эффектов обработки поверхности волоса. Непосредственно нами были проведены эксперименты по формированию покрытий, содержащих ряд инсектицидов, то есть веществ, которые убивают насекомых. Мы предполагаем, что подобная технология могла бы быть использована в медицине, в ветеринарной медицине, для лечения некоторых заболеваний, которые вызываются кожными паразитами. По словам исследователей, еще одной областью применения технологии может стать ветеринария, лечение сельскохозяйственных животных. Когда вы работаете с, допустим, крупным рогатым скотом на выпасе, у вас нет возможности постоянно за ним следить. То есть он находится на каком-то пастбище и до, допустим, наступления холодов он не возвращается в помещение для содержания животных, в коровник, допустим. Вот в такой ситуации, на мой взгляд, было бы экономически оправдано использовать такие покрытия. Стоит отметить, что результаты исследования уже были опубликованы в журнале «Наноскейл». В продолжении темы, связанной с медициной, я бы хотел передать слово своему коллеге Рустаму Вафину. Его соображения на тот или иной счет всегда оригинальные, неожиданные, порой даже спорные. Возможно, именно этим они и интересны. Совсем недавно Казань простилась с популярным телеведущим телеканала «Эфир» Алексеем Кулешовым. Ему было 39 лет. Рассвет сил, простуда, пневмония, безвременная смерть. Чуть ранее случилась другая резонансная смерть. Умерла певица Юлия Началова. Те же 39 лет. Рассвет сил, натерла ногу, сепсис, безвременная смерть. Две эти разные трагедии объединяют одно обстоятельство. Причиной смерти двух этих медийных персон стали заболевания, которые до недавних пор вполне успешно поддавались лечению. И давно были вычеркнуты из списка смертельно опасных, принадлежащих врачебном уходе. Ну как давно? Лет 50-60 назад, с момента массового внедрения в медицинскую практику пенициллина и прочих антибиотиков, когда казалось, что благодаря открытию антибиотиков человечество навсегда избавилось от своего вечного спутника смертельно опасных бактериальных инфекций. И вот они снова вернулись. Смерть Алексея Кулешова стала резонансной благодаря его личной известности. А сколько сейчас умирает от бактериальных инфекций людей, которым эту известность обрести не удалось? По данным экспертов РАР, а это международная организация, изучающая устойчивость патогенных микробов к противомикробным препаратам, уже к 2050 году смертность от бактериальных инфекций в мире превысит смертность от рака. А человечество стоит на пороге появления так называемых супербактерий, микроорганизмов, устойчивых ко всем известным ныне антибиотикам. Супербактерии – это не новые микробы. Это все те же возбудители старых добрых туберкулеза, кишечной инфекции, пневмонии, лихорадки и даже таких полузабытых болезней, как дифтерия. Но эти бактерии настолько мутировали и приспособились к лекарственным препаратам, что смертность от этих заболеваний грозит вернуться к уровню допилицелиновой эпохи, то есть к уровню начала 20 века. Более того, смертельно опасными станут и другие ныне рутинные медицинские действия, в первую очередь связанные с хирургическим вмешательством, кисеросечением, трансплантация органов, замена суставов, химиотерапия. Все эти процедуры станут предельно рискованными из-за осложнений, вызванных устойчивыми бактериями, с которыми перестанут справляться антибиотиками. Появление супербактерий станет ударом для всего общества в целом. Еще больше усугубится пропасть между богатыми и бедными, потому что дешевые антибиотики, доступные для большинства, выйдут из строя первыми. Столкнувшись с эпидемиями, развитые страны будут вынуждены ввести строгий карантин и даже закрывать границы. Мир охватит истерии, подозрительность и отчужденность. Такую безрадостную перспективу рисуют эксперты РАР. Разумеется, перед учеными всего мира стоит задача найти противоядие, то есть новые препараты, способные противостоять мутирующим бактериям. Не остался в стороне и Казанский университет. В конце 2017 года в журнале Европейского молекулярно-биологического общества была опубликована статья, в которой были изложены результаты исследований ученых КФУ по борьбе с золотистым стафилококком, одной из самых распространенных, коварных, легкоммутируемых бактерий, вызывающих в том числе и смертельную пневмонию, одного из кандидатов на звание супербактерии. Если кратко передать суть этих исследований, ученые КФУ из лаборатории структурной биологии нащупали уязвимое место, это воистину бессмертная бактерия. Уязвимое место это ее аппарат синтеза белка из аминокислот. Если сама клетка золотистого стафилокока быстро мутирует и легко вырабатывает защиту от антибиотиков, то вот аппарат синтеза белка бактерии чрезвычайно консервативный и остается неизменным миллионам, если не миллиарды лет. Спрянут этот аппарат в частицы клетки, именуемой рибосома. Новый метод борьбы с опасными бактериями заключается в воздействии не на саму клетку бактерии, а именно на ее частицу рибосому, тем самым разрушая сам механизм создания этой бактерии. Кстати, спустя месяц после этой публикации вышла другая статья, которая повторила выводы казанских ученых относительно рибосомной уязвимости золотистого стафилокока с авторством Нобелевского лауреата Ады Йонат. Другими словами, тема рибосомных антибиотиков это вполне себе научный мейнстрим, с которым связывают значительные надежды на появление суперантибиотиков. Разумеется, найти слабое место у живучей бактерии и создать новый препарат, способный по этому слабому месту бить. Между двумя этими событиями могут пройти годы. А пока нам остается лишь ждать, наблюдать за гонкой биотиков и антибиотиков. И болеть, разумеется, за наших. Здоровья всем нам! На этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст». Вел программу Эльдар Каримов. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова